Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко. Это видео, посвященное нашей статье на сайте «Менторство или коучинг». Я сооснователь компании «Лид Стартап». Проходите по ссылочке внизу, подписывайтесь на канал, если хотите подробнее узнать что-то об этой теме. И погнали! Менторство или коучинг. Сейчас очень много, я вижу, коллег, школ. Вот, например, Дмитрий Волошин, очень крутой чувак, у него есть школа менторов. Эриксон Коучинг – потрясающе крутая школа коучей. Ну, в общем, существует много интересных предложений на рынке, как стать коучем или ментором. Так уж получилось, что я тоже немножко этим всем делом занимаюсь, оказываю персональные консультации. А началось все с того, что я просто давал консультации своим коллегам, друзьям, наверное, как-то так. Ну, то есть, ребятам, которые занимаются каким-то бизнесом, и в какой-то момент они такие, слушай, кажется, нужна твоя помощь. И, в общем, мы собирались, проводили с ними какие-то брейнштормы, я показывал какие-то инструменты, мы считали что-то для них экономические или пиратские метрики, или по оргструктуре каким-то образом я им помогал, по оптимизации или каким-то образом по менеджменту команды или по продукту. Ну, короче, разные штуки. И, в общем-то, наверное, это можно назвать менторством или коучингом. То есть, я им, как бы, по сути, выполнял роль ментора или коуча. Не могу сказать, что мне нравится на себя навешивать какую-то из этих ролей. Ну, просто, короче, я консультирую, скорее, я консультант. Я консультирую как большие компании и корпорации, так и персональных представителей какого-то бизнеса, блогеров, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Короче, это не важно. Важно, что многие из нас выполняют, если вы смотрите, скорее всего, это видео, или будете выполнять эту роль. В той или иной степени называю ее так или иначе. Если вам все же довелось оказаться в рамках этой роли и выполнять какие-то функции, надо понимать, что состоит, по сути, большая часть, как и у психологов в том числе, этой работы из качественного интервью. То есть, для того, чтобы вам оказать человеку поддержку, вам нужно раскрыть его полностью в рамках того контекста, помощь, в котором он у вас запросил изначально. Соответственно, если психологическая помощь психолог раскрывает через интервью, где-то подсказывает, что-то подсвечивает и помогает человеку найти себя и разобраться в своих чувствах и в причине этих чувств. А если мы говорим про бизнес-коучинг, например, ну, только не бизнес-коучинг в формате ребята, типа успешный успех и все такое, хотя кому-то это тоже нужно. Я скорее про, типа, есть дело, хочется его масштабировать, хочется его вырасти, уже что-то получается, экономика уже сходится, что делать дальше. Вот надо понять, что для того, чтобы понять, что делать дальше и помочь ему, собственно, в этом разобраться, вашему потенциальному слушателю, клиенту, в общем, тому, кто обратился к вам за этой консультацией, вам необходимо провести с ним глубинное интервью. И у меня лично глубинное интервью занимает 2 часа, то есть мы 2 часа извлекаем из человека как можно больше полезной мне информации, чтобы понять, в чем его точки кратного роста и в чем его, соответственно, узкие места. То есть как бы с узкими местами нам нужно по теории ограничений систем разобраться, да, что с ними делать, как мы можем над ним переработать, чтобы они перестали быть узкими. А, соответственно, точки кратного роста – это те кнопочки, на которые мы можем нажать, надавить, и оно должно просто вверх, как бы, знаете, как с нефтью было в 20 веке, там нашли месторождение, копнули, просто поднажали на вот эту штуку, которая сверлит, и все, и там фонтан палился. Вот такие точки кратного роста есть у каждого из нас в том деле, которым мы занимаемся. Просто люди, которые обращаются к нам за помощью, они не видят эти точки. Если мы крутые коучи, если мы крутые менторы, мы должны уметь их определить. И дальше важно составить пошаговый план действий после интервью. То есть первая часть – это интервью, соответственно, все поняли, нарисовали, визуализировали, все круто, чтобы ему и вам было понятно, не просто для себя непонятным врачебным почерком, лучше это делать где-нибудь на доске мира там или как-то еще. А потом выработали дорожную карту и следующие шаги. То есть что делать дальше для того, чтобы получилось справиться с узкими местами и кратно вырастить то, что вырастить можно. Возможно, вообще нужно стратегию поменять. Ну, то есть как бы натолкнуть человека, возможно, в том числе посредством интервью, чтобы он сам понял, что ему надо что-то прям радикально поменять. Ну, как бы там на самом деле много нюансов. Давайте зафиксируем просто самое главное. Самое главное – это интервью глубинное. Оно должно быть суперглубинное, и оно должно быть достаточно информативным, чтобы понять, что да, мы как бы сейчас именно в ту сторону копаем, куда надо, именно здесь ограничения. И дальше, собственно, план действий. Ну, кажется просто, а вот хрен. Вот я с психологом сколько работаю, у нас процентов 95 работы – это интервью. И вот эти все рекомендации, знаете, там есть психологи, которые дают кучу рекомендаций. Ну, как бы такое, вот немой это стиль, мне не нравится. Я понимаю, что качественно получу я помощь тогда, когда я пойму сам, в чем мои узкие места, а потом мне человек еще это подтвердит и натолкнет меня на варианты работы с этими узкими местами и точками роста, но пути работы с ними конкретные сформирую я сам. По этой же методике я предлагаю методик, ну, метод, наверное, для методики это маловато. Я предлагаю работать и вам. Собственно, спасибо за просмотр этого видео. Читайте статью у нас на сайте более подробную. И приходите к нам на тренинги по ссылочкам внизу. Подписывайтесь на канал. С вами компания Lead Startup.